Проблематика есть, жители жалуются постоянно на размещение наливаек и всякого некачественного вида торговли спиртным в нерабочее время. Это доставляет не только неудобства тем жителям, кто проживает в этих домах, но и в целом ситуация является криминальной. Важно, чтобы разработать такой механизм принятия закона, чтобы он преграждал этому путь. Мы же с вами на федеральном уровне приняли, что регионы могут ограничивать помещение по метражу, чтобы это были нормальные условия. Ну и здесь эти вот заведения, они начали искать точку, как закон обходить и как его нарушать. А вы, извините, здесь брали? Да, здесь, да. Ну а что у вас, оно, это спиртное же, да? Да, это вот. Это кодка, да? А это? Пиво. Пиво и сок. На самом деле не знают, что пиво продавать нельзя, просто статистично. Ну не только пиво, вообще алкогольское. Нет, нет, его в открытый царь мы имеем право продавать. Так же, как и бутылку открываем, здесь пьют люди. Это в чипите так было записано. А как вообще пиво? У вас же по площади не получается, вы как кафе пиво пивите? Нет, а как кафе пиво, там должно быть много столиков, там обслуживание, штанта. Если у нас нет, у нас просто стойка стоит, вот купили пиво, попили. Но у вас здесь и крепкие, я смотрю, напитки. А, это из десяти до десяти. Можно еще вопрос, вы эту бутылку продавали? Да. Чек, можно? Вы же ее пропикали бы тогда, если бы ее продавали, а вы ее не пикали. И чек у вас тоже нет, правильно я говорю? Чеки нет. А почему? Он наличкой. Наличкой. Вы что, наличкой, все равно чекку должен. Через кассу не продаете? Нет. Он через кассу я не пробиваю. Нет, нет, вы понимаете, мы сейчас вот о чем хотим, мы сейчас хотим просто механизм понять, как это попадает и как уходит от налогов, да, как это уходит от качества. Мы же не обвиняем лично вас, да, мы говорим о системе, которая существует. То есть вы после десяти продали, вы ее не смогли забить в кассовый аппарат, да, то есть вы это, получается, себе деньги забрали, значит, это у вас, образно говоря, воды налили, да, деньги забрали, а качество не получили. И вы через кассу не провели его. Чек-то вы же не дали. А как вы завтра, как вы его будете вообще проводить? Для отчетности как? Если у вас через кассовый аппарат не прошел, он же вас не пикает, вы сами же говорили, после десяти. Как вы его проводите? Вот, пожалуйста, вот он, в базе не числится. Вот, читайте, что он пишет. Товар не найден. Товар не найден. Помните ведь, когда у нас с вами были отравления простым, как бы, вроде бы, сидором, да, вроде бы, ничего не вызывающая вещь привела к отравлению людей? Вот, и это здесь, в этом опасность. Вот у вас, знаете, даже, вот, даже заметно здесь, что это, ну, заведение не кафе и не общепита. А почему? Потому что она здесь такое. Да, а как кто? Как общепита. Общепита, знаете, как, ребят? Ну, слушайте, мы идем цивилизованным путем. У вас все в решетках, да? Как в девяностых годах, это, слушайте. Нет, это не совсем смешно. Это вообще не смешно. Я поставил решетки для того, чтобы женщин обезопасить. От чего? А вы, вы знаете, придутся в разу, здесь в зауражении, разные бывают. Так мы же про это вам и говорим. Почему они разные бывают? Потому что мы разным, в неустановленное время им продаем. И нам без разницы, это ребенок, нам без разницы, это после или 10 часов вечера. Понимаете? Мы просто сами создаем условия для таких, вот, как правило, сегментов. Отдали это на областной уровень, чтобы законопроектом вы могли эти заведения прикрыть. И сам гражданин, продавец, он сам подтверждает. Я же решетку сделал для того, чтобы люди, женщин уберечь от разного рода таких вот, ну, как бы, проявлений. А эту норму, как мы ввели, значит, ничто не додумались, как просто уйти в другую форму, значит, продажи, потребления. Опять же, да, пожалуйста, бери как сферу обслуживания. Но закон-то не нарушается. Вам передадим эти полномочия, потому что мы не знаем. Да, я слышал, что Володин говорит. Да, да, да. Передадим все на место. Да, да. Пусть разбираются. Да, пусть разбираются. Поэтому, я думаю, обращусь в прокуратуру, в правоохранители, контролирующие органы, пускай разбирается. Роман Сергеевич, а нам надо больше, он сам же житель Балакова, порядки наводить. Это же не единственное, вот, только это, к сожалению, учреждение, понимаете? Поэтому вот так вот.